Наступил январь и это означает только одно, наступила и зимняя сессия. Для кого-то это вполне привычное дело, а кто-то ощутит на себе впервые этот невесомый порой страх и горечь сожалений о том, почему же раньше не начал учить. Как известно, все уважающие себя студенты готовятся к сдаче экзаменов в последнюю ночь. Перед этим, проводя полтора часа возле открытой форточки, неистово зазывая халяву. Начиная мозговая штурм, каждый организовывает по-своему. Кто-то старательно пишет шпоры, полагая, что попутно в голове останется весь материал курса. Кто-то ищет друга, который завтра с утра согласится посидеть на телефоне и помочь сдать экзамен благодаря современным средствам связи. Ну а кто-то, проклиная себя, что не спохватился раньше, старательно зубрит. Так как же все-таки готовиться к этому страшному моменту в жизни каждого студента? На мой взгляд, надо начинать, конечно, заранее. Нужно начинать готовиться с первого сентября уже, посещать все пары, записывать все лекции, активно отвечать. И тогда, я думаю, на экзаменах уже не будет проблем, и вопрос подготовки не будет стоять так остро. Расскажу на своем примере то, что я готовлюсь к сессии за день до ее сдачи. Главное – это крикнуть халяву. Ибо если бы я халяву не кричал, я бы сейчас на четвертом курсе здесь бы и не был. Всегда верить в халяву, она всегда приходит в друзья. Главная студенческая примета гласит, если при входе в аудиторию тебя просят вытащить билет, то, скорее всего, ты на экзамене. Самая лучшая примета успешной его сдачи – это усердное грызение гранита науки в течение семестра. Стоит отметить, что с экзаменами связано много сомнительных поверьей, которые иначе, как языческие, охарактеризовать нельзя. Раньше я на сессию ходил практически в одном и том же наряде. Не, ну, естественно, стирал, вы не подумайте. Вот. Само собой халяву поорать в полночь в общаге. Столько крика стоит. Но все равно главное – крикнуть. Если не крикнешь, то не сдашь. Сто процентов. Приметы были не мыть голову перед экзаменом накануне, класть монетку пятирублевую под пятку. Это в школе еще было. В университете как-то мы не баловались приметами на самом деле, потому что мы знали, что они уже нам не помогут. Но самое главное – помните, что сессия завершается, как правило, к Татьяниному дню. 25 января – это один из официальных государственных праздников – День российского студенчества. Сделайте себе подарок этому дню, сдайте экзамены и зачеты без хвостов, чтобы ничто не омрачало вашей радости. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. День российский «Кон. Блит Zорт» День российский «Кон. Блит Зорт» Евгений «Кон. Блит Зорт» Продолжение следует...